Всем привет! Меня зовут Роман, и это мой канал о хоккее. Давненько я уже не записывал обзоры, 11 день пошел. Сначала был перерыв на сборные, потом всякие новости, Олимпиада, НХЛ едет, не едет. В общем-то, но сегодня матч Авангард Металлург-Магнитогорск. Это игра между очень серьезными соперниками. Я знаю, что на моем канале много-много болельщиков омской команды благодаря прошлому плей-офф. И поэтому, конечно, я не мог не уважить вас и не сделать этот обзор. Знаю, что есть болельщики Металлурга, поэтому надеюсь, что вам мой обзор тоже понравится. Давайте недолго рассусоливать. Если еще не подписались на канал, то подписывайтесь и поехали к самой игре. Сам матч начался достаточно бодро. За первые 5 минут была только одна пауза, были хорошие скорости. И, кстати, если впервые смотрите обзор, не удивляйтесь, что здесь не будет много моментов, потому что у меня договоренность с КХЛ, что я не могу брать слишком много материалов. То есть, все будет только самое интересное, самое захватывающее. И мы, конечно, имеем возможность все это обсудить с вами. Так вот, самый опасный момент, и точнее, самый первый момент в матче возник, когда Карпов оказался за воротами Авангарда и сделал зрячую передачу. Причем, вроде бы, даже не глядя на Дениса Зернова. И Зернов имел, ну, просто убойную позицию, но почему-то бросил мимо. Причем, сильно мимо. И, кстати, режиссеры трансляции все время захватывали Зернова и Прохоркина, как бы разделяя экран и демонстрируя нам то, что это тот самый обмен в начале сезона. И вот уже наша регулярка близится к своему завершению. Вроде бы, как бы, подразумевает подводить какие-то итоги. Но мы не будем на этом сильно останавливаться. В общем, Магнитка создала самый первый опасный момент, и практически сразу, уже в следующей атаке, они смогли открыть счет. Мае появился на льду, который получил травму в составе сборной Канады, пропускал матч со Швецией, пропускал матч с Северсталью. И вот сегодня он вернулся и сделал очень хорошую передачу из глубины на Голдобина. Николай пошел в обводку на Шеребзянова. Там еще рядом был Пока, и получилось, что Николай как-то просочился между ними двумя. И еще из-под ноги забросил просто шедевральную шайбу. Николай просто в этом сезоне демонстрирует, что он простые голы забрасывать не может. Я все время, когда вижу такое, сразу вспоминаю сериал «Молодежка». Я уже вам про это говорил. Ну, согласитесь, гол на загляденье, неважно за кого болеете, просто недоумение какое-то. Вот чуть-чуть бы Коле добавить стабильность и, может, даже на Олимпиаду бы поехал. Но в целом Николай, конечно, игрок большого таланта, мастерства. И будем надеяться, что все-таки ему удастся как-то вот нащупать стабильность. Сразу же практически после этой шайбы магнитка могла забрасывать вторую. Получилась быстрая атака. Чибисов убегал с кари. Но за счет партнера сыграл Андрей. И на паузе убрал. И бросал опасно. Но грубит свою команду. Смог спасти в этом эпизоде. Но я хочу обратить ваше внимание не на концовку, когда был момент у Чибисова. А на непосредственно то, как случился вот этот вот отрыв. Вот видите, да сейчас авангард пойдет. Вот тут Телегин видно на экранах. Он пойдет очень активно. И затем еще и Емелин спустится очень глубоко. И вот четыре человека авангарда окажутся фактически в чужой зоне. И очень глубоко. Именно поэтому такой провал. И конечно такая опытная команда, как Металлург, воспользовалась такой ошибкой. Но повезло. А мячам что? Магнитка не смогла забросить. Но зато уже в следующей смене снова форчекинг, снова вот эта борьба в чужой зоне. И уже авангард все-таки смог накрыть Металлург. И шайба оказалась за воротами. Там и Прохоркин до этого боролся в углу. В общем Цигларик вытащил ее на пятачок. Там по-моему Якупов не смог по ней попасть. А Прохоркин на носовом платке. Несколько движений. И просто завез, завез шайбу ворота финского голкипера. И причем там на повторе видно, что прямо он черенок клюшки-то положил. И казалось бы, что он там не должна залетать. Но это случилось. И счет достаточно быстро стал 1-1. Буквально минуту 15 хватило командам, чтобы обменяться заброшенными шайбами. Николай вообще, надо сказать, в этом первом периоде оставлял очень положительное впечатление. Шел на соперников. Шел в дриблинг. Крушил. Делал силовые приемы. Отдавал передачи. В общем был очень полезен для своей команды. И вот эта, опять же, режиссерская работа с тем, чтобы показывать Зернова Прохоркина, она как бы была к месту, потому что оба игрока были заметны на льду. После заброшенных шайб игра чуть-чуть подуспокоилась. Команды играли неплохо, но не слишком остро. Запомнился разве что момент, когда Емелин снова подключился к атаке. И отличную поперечную передачу сделал на Каблукова. Но Илья, наверное, не самым лучшим образом распорядился моментом. И все-таки Олкинора поймал эту шайбу. Ближе к концу периода магнитка заработала свое первое большинство. Комаров нарушил правила на каре, который закатился в зону. Не сказать, что прям суперявное нарушение, но оно все-таки было. Но большинство магнитки не запомнилось чем-то особенным. И первый период закончился со счетом 1-1. 12-9 по броскам в пользу авангарда. Хотя мне показалось, что вот таких именно убойных моментов по первому периоду все-таки было больше у магнитогорцев. Кстати, когда забрасывал Голдобин, очень-очень радовался за него Илья Воробьев. Обычно он более сдержанный, но вот этот эпизод мне запомнился. Начало второго периода осталось уже за магниткой. Они действовали хорошо. Майе опасно бросался от входа в зону. И показал, что в последний момент Грубец увидел шайбу и смог отбить ее в угол площадки. Но сама структура игры и содержание, на мой взгляд, во втором периоде поменялись. Потому что было много потерь. Очень много борьбы. Кстати, у авангарда тоже были моменты. Сначала Дедунов выбегал вместе с Комаровым 2-1. Но почему-то Паша тут какое-то странное решение принял. Не самый опасный бросок. Улкинора перед собой отбил. И практически сразу еще момент у Грицука. Он выкатился к воротам фактически один на один. Но все равно в ближнем бою Финн оказался сильнее. И вот если говорить про борьбу, там Шеребзянов достаточно жестко играл. И в одном из эпизодов все тот же Комаров попал Николаеву, молодому игроку магнитогорской команды, в лицо. И там Илья Петрович Воробьев изображал недовольство свое. Еще в принципе, наверное, где-то с ним можно согласиться. Но судьи там удаление не дали. Зато в следующем эпизоде, когда Зернов ехал в зону авангарда рядом с Шеребзяновым, он его рукой зачем-то по плечу так развернул. И ну явно повод для удаления. И судьи, конечно, такой момент не пропустили. В итоге авангард уже получил первую свою возможность поиграть в большинстве. А они у нас уже второй сезон подряд являются лучшей командой по этому компоненту. Им даже много времени не понадобилось. Никита Сошников забросил свою четвертую шайбу в этом сезоне. Потрясающий бросок получился. Просто блеск. Там было несколько игроков магнитогорцев. Еще игрок авангарда. В общем, настолько классно все получилось, что Олкинора даже не дернулся. То есть он просто стоит, а шайба вылетает из-под игроков. И четко в угол. В общем, мастерская реализация большинства авангард повел. После заброшенной шайбы авангарда игра не сильно поменялась. Магнитка, конечно, пыталась навязать свою игру. В одном из эпизодов практически получилось наложить звенья. Но в итоге не удержали шайбу в зоне. Она вышла и пытались поменяться. В итоге сделали офсайт. А по итогу, когда мы вернулись с рекламной паузы, оказалось, что Коростелев там что-то на эмоциях сказал судьям. За что и получил две минуты за неспортивное поведение. И авангард получил еще одну возможность поиграть в большинстве. Правда, этот розыгрыш уже не так хорошо получился. Более того, Карпов с Озерновым убегали. В меньшинстве опасно. И прямо реально создали момент. И только уверенная игра грубится, спасла команду. Концовка периода получилась примерно такой же, как и начало. Снова Майе со входа в зону на этот раз щелкал. И прямо вот на повторе видно, что грубится не без труда. Удалось отбить эту шайбу. Она вроде сначала летела как бы низко. По итогу скакнула аж наверх к ловушке. И казалось, что команда так и доиграют. Но в самой концовке Корбан Найт нарушил правила. И там у комментатора возник спор, было ли нет нарушения. И, дескать, он там клюшкой совсем не попал. Но в ноги явно он здесь бьет. Плюс тот на развороте. В таких эпизодах совсем чуть-чуть можно задеть. И уже это влияет на то, как ты себя чувствуешь на коньках. То есть устойчивость теряется. Найт улыбался. Хартли изображал рыбку. Но в итоге Авангард получил меньшинство. Но магнитке там оставалось буквально чуть больше 10 секунд. Ничего не смогли сделать. И это большинство перешло на третий отрезок. А во втором, скажу еще раз, что игра смотрелась уже хуже, чем в первом. Но Авангард, воспользовавшись ошибкой соперника, реализовал большинство. И, собственно, повел в счете. Третий период был вообще не похож ни на один из предыдущих. Начался он в большинстве для магнитогорского металлурга. И уже на самом флажке этого большинства опаснейший бросок был у Андрея Чибисова. И показалось, что Грубец шайбу отбил. Но как будто бы она за его спину нырнула. И могла уже оказаться в воротах. Но все-таки Чех справился с этой ситуацией. Вбрасывание в зоне Авангарда. Там завязалась игра. И снова удаление. На Архипи Николенко. На этот раз уже Оливер Каски за подножку отправляется на две минуты. Вбрасывание в зоне Авангарда. И на этом же вбрасывании теперь уже Денис Зернов за игру высоко поднятой клюшкой. Против Дамира Шеребзянова нарушают правила. И игра в формате 4 на 4. В общем, команда отыграют формат 4 на 4 без особо опасных моментов. Игра возобновится уже в обычных составах. И там уже Авангард опять получит удаление. На этот раз уже за нарушение численного состава. В общем, в третьем периоде собрали удаление. И розыгрыш у Магнитки снова получится не самым хорошим. Можно вспомнить разве что момент у Галдобина. Но ключевое случилось снова на флажке. За нарушение численного состава отбывать поехал Брюквин. И как раз когда Брюквин выходил, Авангард перехватил шайбу. И пошли они в контратаку. В итоге довели шайбу до Брюквина. Он выходил вместе с Цыглариком. И Владимир решил бросать. Бросил Олкинора. Отбил. Но не очень удачный отскок для голкипера Магнитогорска. Шайба попадает в Цыгларику. Который одним коньком, вторым коньком обрабатывает шайбу. И уже в пустые ворота ее отправляет. Авангард забрасывает третью шайбу. И фактически обеспечивает себе комфортнейшее преимущество. Потому что сразу после этого магнитка как будто выключилась. У них практически ничего не получалось. Авангард действовал грамотно. И такое ощущение, что как это модно говорить, бензина не было. Разве что Майе запомнился. Ну конечно бросал с разных позиций. Но одних его усилий было явно недостаточно. И когда оставалось играть чуть более 6 минут. Авангард еще и в своей зоне зарабатывает себе большинство. Этот же Филипп Майе, самый активный у магнитки. Получает штраф. И я себе писал в планшете, что даже если Авангард не забьет. Еще минус 2 минуты. Там останется меньше 5. То есть просто комфортно сыграй. Но идеально было бы конечно вообще забросить. Но в итоге ничего не получилось. Сошников неудачно обрабатывает шайбу у борта на синей линии. Пытается за эту шайбу побороться. В итоге нарушает правила на Карпове. И за подножку отправляется на 2 минуты. В итоге при игре 4 на 4 Корбан Найт не очень удачно сыграл. Не смог почему-то получить шайбу под свой контроль. И магнитка устремляется в контратаку. Там она была сначала с численным преимуществом. Потом фактически 2 в 2. Но Лайпсик очень здорово зашел по флангу. Затем сместился в центр. Подождал подключение своего партнера. И Николай, красивый гол голдобин. Получив шайбу, объезжает грубец. Объезжает ворота и уже в пустые. Завозит шайбу. И счет становится 3-2. Вот что значит хоккей в своем истинном проявлении. У магнитки вообще не было моментов. Не было огня, энергии. Они получают еще и штраф в чужой зоне. Ну то есть фактически команда посыпалась. А тут неудачная игра одного игрока у борта. 4 на 4. Контратака и гол. И вот оно возвращение интриги. Правда к чести авангарда надо сказать, что формат 4 на 4 они спокойно доиграли. И уже после этого стали спускаться ниже, встречали ниже. И практически лишили пространства магнитку в своей зоне. И поэтому у Столеваров ничего не получалось. А Илья Петрович Воробьев аж за 2 минуты решил снять голкипера. И сначала Сошников мог забить примерно с центра площадки в пустые ворота. В итоге шайба улетела в угол. Там завязалась борьба. И молодой защитник Николаев пытался шайбу выбросить. В итоге попал в Грицука. И она уже угодила в ворота. Магнитки уже опустевшие. И авангард установил окончательный счет. 4-2. Последняя заключительная игра между этими командами в рамках регулярного чемпионата. Если для обеих коллективов все сложится хорошо, то они вполне могут встретиться во втором раунде. Может и в финале конференции. Все зависит от того, кто какое место займет. По сегодняшней игре что могу сказать? Комментаторы Васятин и Гемаев. Сергей Гемаев как всегда в своем репертуаре. У него опасные моменты это только те, которые заканчиваются голами. Он сказал, что да, там у авангарда было преимущество. Я согласен. Авангард провел очень хороший матч. Качественный. Похожий на то, что было у них в прошлом плей-офф. За одним единственным исключением. Чрезвычайно много штрафа. Причем ненужного. И вот эти подножки. И удаление в чужой зоне. Если бы магнитка сегодня чувствовала себя лучше. Как она обычно себя чувствует по ходу этого регулярного чемпионата. Чуть лучше сыграя в большинстве. То игра могла бы пойти по другому. Плюс еще я считаю, что вот эту нам нарисовали. Зернов, Прохоркин. Прохоркин сыграл отличный матч. А Зернов матч провалил. Два ключевых удаления в чужой зоне. После первого забрасывают шайбу. Магнитка пропускает в меньшинстве. А второе удаление в третьем периоде. Когда одно на другое наслаивается удаление. Он должен был сыграть лучше. Не удаляться. И тогда возможно игра бы сложилась иначе. Вот я считаю ключевые факторы сегодняшнего матча. Ну а так, авангард приходит в себя. И это радует, что на Востоке действительно намечается очень серьезная заруба в этом сезоне. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого матча. Ставьте лайки этому выпуску. Подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. У меня, кстати, 25 декабря день рождения. Поэтому можете меня тоже поздравить в комментариях. Ну и самое главное в конце, как всегда, не забывайте, у вас роман с хоккеем. Уже заговариваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok